В Казахстане 8 вечера, значит в эфире информбюро. С вами Аскар Медыбаев и, как всегда, честно о важном. Смотрите прямо сейчас. Каким ожидается отопительный сезон в этом году? Успели ли на ТЭЦ сделать ремонт? Как кадровый дефицит в отрасли может отразиться на тепле в квартирах? В разных предприятиях по-разному, где 30 вакансий. Как решают проблемы? Непонятно, почему до сих пор в нашей стране госзакупки непрозрачны. Общественники говорят, что нет доступа к информации. Порядка 600 ноутбуков лежало. То есть они все пустые. Что усложняет контроль за выполнением таких работ. Казахстанские аграрии снова бьют тревогу. Какая ситуация складывается с уборкой урожая в этом году? Почему до сих пор нет цен на зерно? И как решат проблему с сушкой? В нашей стране создан новый комитет государственной инспекции труда. Какую работу он будет выполнять? И как часто в нашей стране фиксируют нарушения в этой сфере? Я во всем по порядку. В Министерстве энергетики отчитались о готовности к новому отопительному сезону. И если проведенный ремонт на ТЭЦ у чиновников тревоги не вызывает, то кадровый вопрос выходит на передний план. В энергетической отрасли Казахстана не хватает 2000 сотрудников. Специалисты уходят из-за низкой заработной платы. Армад Сарсимбаев продолжит тему. Казахстан готов к отопительному сезону, уверяют в Минэнерго. Основные котлы в рабочем состоянии во всех регионах. А необходимое оборудование было отремонтировано. Однако энергетический сектор страны столкнулся с другой проблемой. Как заявил вице-министр, наблюдается кадровый дефицит. Для исправления ситуации в секторе генерации средняя заработная плата была увеличена до 400 тысяч тенге, а в секторе передачи – до 280 тысяч. Но, судя по статистике, общую картину это не исправило. Понятно, что на теплоэлектроцентрали это более низкие уровни. Это машинисты, это обходчики, где были зарплаты ниже. И необходимо такое серьезное базовое техническое образование. Поэтому в разных предприятиях по-разному, где 30 вакансий, где-то может быть больше. От количества зависит. Поэтому, я как сказал, в некоторых предприятиях у нас до 20% этих вакансий доходили. Низкое денежное довольствие и тяжелые условия труда вынуждают опытные кадры уходить в другую сферу. А обучение новых специалистов – достаточно трудоемкий процесс. Даже недавнее повышение заработной платы не соответствует сложности трудовых обязанностей, считает председатель профильной ассоциации. Как утверждает Сергей Агафонов, несмотря на невеликий процент нехватки энергетиков от общего числа, это серьезный вызов для отрасли. То есть при порядка 50 тысяч работающих во всей энергетике Казахстана специалистов, работников, дефицит оценивается примерно в 2000. Ну вот казалось бы немного, если отнести к 2050, ну 4%. Но я прекрасно понимаю, что как раз это те специальности, которые трудно, что называется, закрыть, заместить. Понимаете, это специальности со сложными условиями. Для решения проблемы в Минэнерго намерены реализовывать грантовую программу для студентов. Эксперты предлагают развивать ипотечные кредиты с ольготными условиями для молодых специалистов. Правительству нужно поторопиться. Ведь по прогнозам Министерства энергетики, с учетом роста потребностей населения к 2030 году, дефицит кадров может увеличиться в 10 раз. Арман Царсинбаев, Кублан Утигенов, Информбюро, Астана. Тем временем в Казахстане наблюдается острый дефицит электроэнергии. Производимых 113 миллиардов киловатт часов в год недостаточно для покрытия потребностей населения. Электроэнергию приходится импортировать из-за рубежа, что ставит под угрозу энергетическую независимость страны. Какое решение видят эксперты, расскажет Анастасия Новикова. Дефицит электроэнергии. КВт-час электроэнергии. Почти в пять раз больше, чем два года назад. Доля импорта превысила 14%. Большой объем импортируемой электроэнергии ставит под угрозу энергетическую независимость. При этом энергообъектам нашей страны уже несколько десятков лет. К примеру, угольные ТЭЦ, которые генерируют львиную долю электроэнергии в стране, изношены на 70%. В будущем, по обязательствам, что мы будем уменьшать выбор, то есть мы не должны уже потреблять после 2040 года новой генерации этого электроэнергии угля. Мы не должны компенсировать. Тем более, учитывая, что будет у нас расти население и появляется новая производственная объект. Поэтому эксперты настаивают на том, что Казахстан нуждается в атомной электростанции и не одной, а сразу нескольких. Их строительство сможет покрыть нарастающий энергодефицит, который с каждым годом будет становиться все больше. Иначе наша страна будет все больше зависеть от покупаемой из-за рубежа электроэнергии. Например, в Турции начали поставлять топливо на первую атомную станцию в этой стране. Росатом ее устроил. Сейчас постепенно вводится. Там будет четыре энергоблока. На максимуме эта станция будет вырабатывать порядка 35 миллиардов киловатт часов в год. Это почти треть от потребления энергии в Казахстане. Представьте, вот одна небольшая станция дает такой объем генерации. Стабильные энергии. По словам аналитиков, атомные электростанции в среднем работают порядка 60 лет. При хорошей эксплуатации они могут прослужить до 100 лет. При этом такая энергия не зависит от поставок угля или газа и во всем мире считается экологически чистой. Введение дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога обсуждают в Казахстане. Но вшество предложил президент страны в послании народу. Некоторые граждане опасаются, что новые ставки ударят по среднему классу. Так ли это и кого на самом деле коснутся изменения? Мнение экспертов выслушала Оксана Матасова. Новый налоговый кодекс призван перезагрузить и упростить существующую систему. Его положения должны быть понятны для всех экономически активных граждан, подчеркнул в своем послании глава государства. По его словам, пришло время для дифференцированных ставок в налогообложении. Назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога. Следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании. Казахстанцы начали переживать, как отразятся изменения на их доходах. Финансовая аналитика Арман Бисимбаев считает, что произошла путаница в терминах. Дифференцированные ставки и прогрессивное налогообложение не одно и то же. В последнем случае рост ставки связан с ростом доходов. Дифференцированные ставки подразумевают фиксированный процент для определенных видов дохода. Дифференцированные ставки предполагают, что по каким-то конкретным категориям дохода внедряются отдельные виды налоговых ставок. В частности, подоходного налога. То есть это может быть и бизнес, это может быть и физические лица. Но, например, для физических лиц это не обязательно рост налогов. Это может быть и снижение налогов, а то и вообще обнуление налогов. По словам экспертов, в Казахстане уже вводили прогрессивную шкалу налогообложения в 2006 году, но отменили из-за роста теневой экономики. Сейчас это тоже не исключено, но сегодня у государства больше возможностей контролировать доходы. А вот экономист Марат Абдурахманов считает дифференцированные ставки налогообложения правильной мерой, но при этом отмечает, что направлено это в основном на олигархов, которые выводят доходы в офшоры. Мера правильная. Взяли за основу российский закон об реформе НДФЛ. То есть там тоже взяли таким образом до 10 миллионов одна ставка, до 20 миллионов рублей другая ставка, но она будет работать, когда будет запрещена офшорная операция. И вот эти олигархи действительно будут платить суммы, которые им достаются с общего пирога нашей страны. То есть порядка 80%. В целом дифференцированные ставки действительно могут стать серьезным шагом в реформировании налоговой системы Казахстана. Главное не ошибиться с реализацией. Оксана Матасова, Ромель Дусумов, Информбюро, Акмолинская область. На проблемы с прозрачностью госзакупок снова обратили внимание общественники. Они заявляют о сложностях с доступом к информации и больших сроках ответа на запросы. Новый закон о госзакупках, который вступит в силу в следующем году, обещает улучшить положение. Однако эксперты отмечают, что в новой редакции остаются спорные моменты, которые могут усложнить контроль за выполнением работ. Вот мои коллеги с подробностями. Заключают договоры из одного источника, привлекают к работе непрофильные организации. Не выполняют условия. Госзакупки все еще остаются мутными, говорят общественники. Так в Шемкенте во время пандемии закупили ноутбуки для школьников, чтобы те учились дома. Однако в ходе проверки в прошлом году неиспользованную технику обнаружили на складах. Порядка 600 ноутбуков лежало. То есть они все пустые. Хотя из бюджетных денег уже ушло на программное обеспечение полностью, для того, чтобы ноутбуки были рабочие для детей. Они просто пустышки. То есть нет ни антивируса, ни программного установления. Это все деньги. То есть на них не работали? Нет. То есть ноутбуки даже вообще не вскрывали, не открывали. В коробках новые лежат. И также по 14 школам вышло. При этом нарушения госзакупок, связанные с товарами, выебить легче, чем оследить услуги. В правительстве предполагают, что сделать закупки более прозрачными и усложнить коррупционные схемы поможет новый закон о госзакупках, который вступит в силу с начала следующего года. Общественники говорят, в нем есть плюсы. Они касаются сокращения сроков рассмотрения процедуры закупа, жалоб и апелляции. Убрали некоторые моменты, которые усложняют и затягивают процесс. Но есть и минусы. В частности, там, где критерии внесены, изменения, плюс еще и жалобы будут рассматриваться только на уровне самого организатора. Допустим, заказчик при приеме акта выполненных работ не должен запрашивать финансовые отчеты. Ну, тогда, простите, когда работы будут завершены, каким образом мониторщики, оценщики будут оценивать выполненные объемы работ? При этом описательным методом оценить объем выполненных работ удается не всегда, говорят общественники. Эксперты же отмечают, что сам сайт госзакупок требует модернизации, чтобы общественникам и мониторщикам было легче проводить анализ. Сегодняшний портал госзакупок, он не слишком такой френдли, где возможность бывает просортировать, вывести среднюю цену, потому что там миллионы наименований. Поэтому это очень сложно и трудоемко получается. Это то, чтобы просто анализировать, получается, с точки зрения анализа для общества. При этом общественники говорят, что за годы работы пережили немало изменений в законопроектах и, несмотря на грядущие препоны, найдут способы обнаружить информацию, правда, затратив при этом чуть больше времени и ресурсов. Казахстанские аграрии не могут убрать урожай. Из-за непогоды на сегодняшний день убрана лишь малая часть пшеницы. Сушить влажное зерно тоже негде, элеваторы забиты. Но больше всего сельхозпроизводители беспокоят, что цены на зерно до сих пор не установлены. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Аграрии оказались заложниками непогоды. Весной сев затянулся из-за дождей и паводков. А обильные осадки в конце лета и начале осени не позволяют завершить уборочную страду. До сих пор зерно на полях северного региона остаётся влажным. Убрать получается лишь часть. Да и оно от чрезмерной влаги будет 4-5 класса. С влажностью от 17 и выше. Поэтому сейчас уже более-менее ситуация стабилизируется. Сейчас уже ниже, ниже падает. Но ещё всё равно убирают с влажностью 16-15. Прям сухого зерна нет. Соответственно, нужно просушивать. Но, сами понимаете, элеваторы в основном многие заточены под свои предприятия. Акмолинские чиновники признают, что на элеваторы зерно поступает повышенной влажности. Есть и очереди. Поэтому элеваторам отправлено уведомление. Во время уборки работать круглосуточно. Есть факты, когда работают где-то по своему какому-то графику элеваторы. Также выборочно относятся к приёмке. Эти факты пресекаются сразу. Руководителям элеваторов необходимо подойти к данному вопросу как к стратегическому вопросу. Это касается продовольственной безопасности. И здесь необходимо организовывать работу и в две смены, и в ночную смену. Ещё одним важным вопросом остаётся закупочная цена, которую до сих пор не озвучила проткорпорация. Без этого, говорят предприниматели, планировать продажи зерна очень сложно. Между тем, в Минсельхозе уверяют, что цены станут известны уже на днях – до 20 сентября. Эта корпорация всегда являлась ориентиром для всех трейдеров и прочих. Сейчас только мельницы закупают, да и на сушилки возим. А затраты-то хорошие идут. Нету цены государства, нету, соответственно, цены на рынке. Цены на рынке нет. А сейчас, когда показывают, что цены, многие крестьяне уже будут выназены отдать за бесценок то, что вырастили. По информации проткорпорации, в этом году уже намолочено почти 11 миллионов тонн зерна. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Между тем, по данным Финпром, сельское хозяйство Казахстана теряет инвестиции. За год объём капитальных вложений сократился на 19%. Бахрамбек Талибжанов, Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, Информбюро. Оставшись с нами, вы узнаете много интересного. Не переключайтесь. В нашей стране создан новый комитет государственной инспекции труда. Какую работу он будет выполнять и как часто в нашей стране фиксируют нарушения в этой сфере. Плохая тенденция. В мире растёт число молодых людей, которые нигде не учатся и не работают. Есть такой вот временный эффект увеличения этого контингента. Грозит ли массовое тунеетство Казахстану? Каковы цифры? В правилах выдачи жилищных сертификатов внесли изменения. Как обновили эту процедуру? Какие семьи могут претендовать на жильё? Вы смотрите Информбюро. Мы продолжаем выпуск. Инспекция труда теперь будет подчиняться не областным акиматам, а напрямую Министерство труда и социальной защиты. Комитет государственной инспекции труда официально начал свою работу с 1 сентября. Какие функции он сейчас выполняет? Зачем провели реформу? И поможет ли она работающим казахстанцам защитить свои права? Выясняла Людмила Батюшкина. По поводу нарушений трудовых прав казахстанцам, как и прежде, следует обращаться в инспекции труда на местах. Но теперь это будут не областные управления, а департаменты. И подчиняться они будут напрямую Министерству труда, а точнее созданному при нём комитету. Так уже было до 2013 года. И за прошедшие 10 лет, по данным Минтруда, количество проверок снизилось в 10 раз, выявленных нарушений в два раза. Эффективность низкая. Второе, это сокрытие инспекции труда производственного травматизма. Если у нас, например, скажем, по международной практике, на один смертельный случай должно приходиться 500 этих несчастных случаев. То есть это лёгкие, кто-то царапины получили, кто-то инвалидом стал. У нас этот показатель 1 к 7. То есть 1 к 500 должно быть. 1 к 7. То есть разница большая, вы видите. В 11-12 раз. Большая. То есть идёт сокрытие несчастных случаев. Акиматами. Самые частые нарушения в сфере трудовых прав в Казахстане – задержка зарплаты, незаконные увольнения, отсутствие договора. Работодатели трудовые травмы выдают за бытовые, чтобы не выплачивать работнику. Никогда нельзя игнорировать получение травмы на рабочем месте. Никогда нельзя уходить сразу же. Обязательно вызывать скорую с того же самого рабочего места и обязательно обращаться потом впоследствии в трудовую инспекцию. Не идти до дома. Есть дискриминация по возрастному и религиозному признаку. Часто работодатели не хотят брать возрастных сотрудников или женщин в платках. Малый бизнес порой платит серые зарплаты. Налоги составляют 45-48% от заработной платы. Это много. И ИП, которые особенно работают на упрощенке, они не могут взять эти затраты на вычет, потому что они платят налог только с оборота 2%. Поэтому им выгодно платить в конвертах и экономить эти, условно говоря, 47%. Поэтому в малом бизнесе это очень частое явление. Моратория на проверки уже нет, поэтому у инспекции труда развязаны руки, говорят юристы. Правда, в их полномочиях только штрафовать работодателей. Все остальные трудовые вопросы приходится решать через суд. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Международная организация труда бьет тревогу. А беспокойность вызывает растущая доля молодежи неид. Иными словами, это нигде не обучающиеся и не работающие парни и девушки. В последнем докладе организации говорится, что каждый пятый молодой человек ничем не занимался. Грозит ли это негативная тенденция Казахстану, разбирался Ануар Амангельдинов. Поколение НИД – это та молодежь, которая в силу определенных факторов нигде не учится и не работает. Согласно официальной статистике, в 2023 году в Казахстане их численность составляла почти 400 тысяч человек. К сожалению, это больше на 82% по сравнению с годом ранее. Столь существенная разница связана с методологией, считают социологи. Ситуация поменялась после изменения возрастного порога. А вот за первое полугодие 2024 представителей категории НИД в Казахстане насчитывается около 350 тысяч. Это 6,5% от общего числа молодежи. В мировом соотношении этот показатель не столь высок. Вместе с тем, социологи не исключают, что цифры могут быть еще ниже, чем те, что в официальной статистике. Наша НИД молодежь, она все-таки работает. И, скорее всего, просто в серой зоне. Это больше самозанятые. Возможно, какими-то ежедневными заработками, какими-то временными работами. Но на самом деле это не фиксируется официальным законодательством. Поэтому мы видим вот этот эффект. То есть они, может быть, не зарегистрированы в качестве безработных лиц, но, тем не менее, не имеют какую-то официальную работу. Поэтому здесь вот такой, мне кажется, аспект, который можно еще дальше рассматривать. Рассматривать необходимо и миграционную политику. По наблюдениям, больше всего молодежи категории НИД в крупных городах, таких как Астана и Алматы. Активные поиски работы ведут в основном студенты. В этом году к нам обратились более 4 тысяч молодых людей с запросом на трудоустройство. Из них более 3 тысяч человек были трудоустроены. Помимо этого, в текущем году были проведены дни карьеры. Это ярмарки в Акантех на базе рынков города Алматы, так как непосредственно у нас молодежь категории НИД, безработная молодежь зачастую бывает на данных локациях. Локально вопрос безработицы среди парней и девушек не решит, считают специалисты. Следует пересмотреть всю молодежную политику. О ее существовании даже не слышали 20% респондентов, опрошенных специалистами научно-исследовательского центра «Молодежь». Ануар Амагдинов, Ренат Абулхейров, Информбюро. В правила выдачи жилищных сертификатов внесли изменения. Процедуру обновили, и теперь помощь в покупке жилья смогут получить семьи с более высокими доходами, чем раньше. Норма вступит в силу 27 сентября. Ранее жилищный сертификат предоставлялся семьям, стоящим в очереди на жилье. При отсутствии доходов или если средние доходы за полгода не превышают трехкратного прожиточного минимума на каждого члена семьи. В этом году это порядка 134 тысяч тенге. Теперь даже при превышении этой суммы доходов, граждане могут получить сертификаты в виде бюджетного кредита на 15 лет под 0,1% годовых. Это позволит большему числу казахстанцев приобрести собственное жилье. Напомню, акиматы областей городов Астана, Алматы и Шимкент, районов и городов областного значения предоставляют жилищные сертификаты как социальную помощь или социальную поддержку в виде бюджетного кредита, чтобы люди могли использовать эти деньги как первоначальный взнос. С начала года застройщиков обязали вернуть обманутым дольщикам более 200 миллионов тенге. Юристы говорят, покупатели недвижимости вправе требовать неустойку или возврат денег, но мало кто знает свои права и может распознать ловушку в соглашениях. Как обезопасить себя и вложиться без потерь, выясняла Екатерина Белоусова. Что построили, то и берите. Зачастую дольщикам приходится соглашаться с условиями застройщиков после долгих месяцев, а то и лет ожидания. В Шимкенте, например, покупатель трехкомнатной квартиры выявил недоделки, однако устранить недочеты или вернуть деньги продавец отказался. После вмешательства Комитета по защите прав потребителей покупатель смог получить свои 41 миллион тенге. Юристы отмечают, что оснований требовать неустойку застройщика или возврат денег довольно много. Это этаж обычно, это у нас площадь, это у нас материалы, если в чистовой отделке мы принимаем. Ну и, конечно же, сроки. Мы их учитываем. При этом мы должны понимать, что у нас при действующем законодательстве застройщики имеют право по три раза, по три месяца продлевать сроки, при этом обосновывая документально, чем были связаны его сроки о продлении. 96 миллионов тенге только в августе вернули застройщики казахстанцам, обманутым при покупке жилья. Отстаивать права многим приходится и в суде. Шимкенту потребитель вложил деньги на покупку непосредственно на третьем этаже жилого комплекса. Однако после завершения объекта потребителю предложили квартиру на седьмом этаже. Не согласились с данным предложением. Потребитель потребовал возврата денежных средств, от чего подрядчикам было отказано. В результате потребителю были возвращены его денежные средства на сумму порядка 32 миллионов тенге. Специалисты советуют не спешить с подписанием документов от застройщиков, ведь желание побыстрее заселиться в долгожданные квадратные метры потом может помешать отстоять свои права. Это может быть договор бронирования, это может быть договор цессии. То есть то, что, скажем так, скидывается за застройщиков определенную ответственность. Очень важно не подписывать какие-либо договоры, только договор о долевом участии, где идет основа, но и прописывать в нем все то, что не противоречит нашему действующему законодательству. И, конечно, дефектные акты, если они присутствуют, и акт приемки передачи не подписывать до тех пор, пока сам клиент не будет удовлетворен. В противном случае даже в суде доказать неправоту застройщика будет крайне сложно. Однако, если дольщик сам не нарушал условия и срок оплаты, то вправе требовать и неустойку, которая может доходить до 1% от суммы договора. Всего с начала года в этой сфере смогли защитить свои права 9 потребителей на 212 миллионов тенге. Екатерина Белоусова, Анатолий Бледных, Информбюро. Чемпион Кения Санцет. Черный гранулированный кенийский чай. Вкусный, насыщенный, ароматный. Не содержит красителей. В этом году торговая марка Чемпион получила знак качества безупречно от Национальной лиги потребителей Казахстана. Выбирайте только безупречные продукты. Продолжение следует...